И вот мы снова с вами в следующий день, наверное. Никогда не заканчиваем. Да, и снова мы, короче, снова мы обозреваем кодекс тиранидов. Теперь это юниты, да. Мы живем тоже, Вова там живет в шкафу, я у Дениса в кровати, где-то поселюсь. Нет, я, говорят, нигде не помещаюсь. Да, нигде не помещается, он просто на полу будет лежать и все. Единственное место. Юниты. Нет, не так. Первый, значит, у нас Брудлорд. Как он изменился с индекса? Никак. Никак. Ну, и так хороший. Его менять только портить решили. Да. Наверное, было. Ну, их много моделей в разных этих больших наборчиках. Да. Расходится вообще, ничего не менять. Хороший, полезный. Что, будем еще раз рассказывать? Я не знаю, да, нет смысла смотреть в индексе, потому что он никак не поменялся. Крепкий юнит для армии. Если генокрадами играете, обязательно берете. Да. Если не играете генокрадами, тоже, в принципе, можно взять. Ну, не обязательно. Да, ну, не обязательно. Он все-таки рассчитан на то, чтобы... И еще разрешает. Да, не брать. Да, можете не брать. Если что, он скажет, что, больной? Скажите, я разрешил. Все, разрешаю. Вот. Следующий. Тиран. Тиран. Ооо. Вот тут прям... Это счастье просто вернулось. Откушался. Да. Откушался, а ему подчинили наконец-то Девоуреры. Наверное. Ну, вообще, не ему всем, да, все-таки... Ну, они Девоу починили. Знаешь, такой... Я себе представляю картину, кто-то, знаешь, ГВ такой пишет. ГВ, какого хрена у Девоуреров стало в два раза меньше выставок? А ГВ такой... Ой, ошибочка вышла. Да. Ну, короче, важное пояснение. Девоуреров почему-то ГВ сделала... Ну, как бы, раньше все знали. Ну, смешно было, что он был в два раза больше, чем... То есть, Питер выстрел, но послабил. Собственно, модель выглядит, как бы... У него два Девоурера, один на другом находится. Соответственно, он должен давать шесть выстрелов. И давал раньше. То есть, пара давала двенадцать. Вышел кодекс, и неожиданно стала давать... Ой, индекс. Три. И почему-то решили, что три надо. Соответственно, пара давала шесть выстрелов. Было очень смешное оружие. Было похоже на печатку, но в факт, как они ничего не меняли. Да, и не изменили в кодексе. Все подумали, да, ну, наверное, так и должно быть. Нет, кодекс по правилу сказал два раза больше. А самое смешное, что люди видели, и начали отрывать, как же, Девоурер. И, блин, Девоурер не нужен. Мы будем... Надо было еще и сжигать там Девоурер. Да, вы мрази, испортили все мы в пятьдесят тиранах. Прошло там сколько месяцев, и сколько, пара месяцев. И вернули все это. Все вернули. Обратно клеить. Да. Тиран, во-первых, мы говорим про тиран. Тиран толстый стал, но две лунды в 12 ран. И что самое... У него инвульс, как сказали, четвертый. Да. Почему? Да, потому что он может. Да, он теперь классный парень. То есть это прямо очень хорошо. Ран больше. Да, 12 ран. По-моему, лучше даже. На 2+, он в рукопашку попадает. А если у него косые монстры, он на 2+, он попадает в рукопашечку. На 3+, стреляет, летает там хорошо. А всякие там синапс не в 12, а в 18. Да. ГВ вдруг вспомнил такое, крылья, дипстрайк может. Может, дипстрайк. Вообще круто. Все умеет лучше, ничего не умеет лучше. Цена не изменилась. Да, вешается все артефакты, что есть, все на него вешается. Короче, у вас всегда будет скресить тиран. Да. Учитывая, что в целом в кодексе цена на оружие все уменьшилась, он за счет этого уже как минимум просто дешевеет в некоторых заказчиках. Правда, некоторые оружия там вы такие, зачем мне это брать? Ну, смысл в том, что реально рабочая лошадка обратно встала. Да. Не такой прям разрыв, как раньше, но есть. Но крутой, он нормально. Да, им приятно играть, он крутой, красивый, больно бьет. Единственное, сейчас, конечно, нет смысла его уже делать каким-то стрелючим. Ну, очень, да. И нет смысла его чисто рукопашным делать. То есть, это всегда будет и стреляющий, и рукопашный, скорее всего, летающий, который может отступить, пострелять, под заклинанием там еще раз подчажить. Он еще и смайты раздает. Короче, все, что умеет делать армия, умеет делать практически прекрасный, отличный решение. И следующий его, соответственно, разбухшая версия. Старший брат, большой. Фармлорд. У него даже подняли инвуль. Да, соответственно, ему дали, решили, типа, раз у того четвертый, мы ему дадим четвертый. Да, он всегда попадает на 2+, не деградируя. Да. Ну, 3+, стреляет зачем-то, не деградируя, если начнет чем-то стрелять. Да. И ему переделали сабли. Если раньше это было Д6 урона, теперь это фиксируем 3 урона. Я считаю, что это гораздо лучше, потому что... Ну, в большинстве ситуации, да. Потому что вот вы делитесь несколькими ландовыми модельками, и если на Д6 вы кинули единичку, вы уже запороли себя атаку целиком. Да, и даже часто бывает, что двойка, там, или двойка, за пароль, атаку вам придется 2 атаки тратить на модельку. Атаку вы прямо ровненько 3, то есть, когда вы можете рассчитать свой урон, да, ну, чем точнее вы можете рассчитать, тем, как бы, лучше у вас стратегия посвятила. У вас лучше ее не нарушат. Да. Наверное, ну, только, разве что с какой-нибудь техникой, естественно, берез, он просел немножко, ну, да, типа, меньше потенциальный дамаг. Что еще ее может стоить? Да, и надо еще сказать, во всем кодексе изменился подход ко всяким хвостовым. Раньше все получили одну атаку, но одну они обязательно были делать хвостом своим. Теперь им убрали эту атаку и сказали, что вы хвостом бьете в дополнение. Он почему-то наш комьюнити забугорный не заметил этого, и наши кричали, что у них отняли атаку. Ничего они не отняли атаки, у них просто, именно вы бьете, да, это атаку. Переделали на хвостик. Да. Соответственно, у него есть какой-то хвостик, он кучу всего колдует, в рукопашке у него становится третий инвульд, то есть это как тиран со сторм-счетом, вы его там лечите своими стратегенками. Минус только один, у него вшитый дебильный трейд. Да, нет, ну, у него есть, можно сказать, второй минус есть, цена. Ну, он дорогой. Он все еще дорогой, 300 очей, то есть, вот, проблема, если он не дошел до хтх, его потенциально могут просто застрелить, ни с того ни сего. Все-таки 12 вундов в 4 мунуле, это, конечно, классно, но, опять же, какая-нибудь гейская парковка может его, да, положить. Все-таки его как делают, его сажают в спор, в спор падает, он сам себя треняет на мув, и, соответственно, с дистанции 2 дюйма он пытается дачать. Да, наверное, у него это получается, скорее всего. В общем, все случаев получается. Да, так крутой, на самом деле, чувак, да. Ну, вот даже по дамагу, если посмотреть, по технике в среднем с 2 атак, простая математика, вы бы наносили 7 урона, ну, а теперь с 2 атак вы наносите 6. В принципе, не сильное проседание с учетом повышения, как бы, хтх потенциала против... Ну, хоть теперь вы можете им дважды подраться, и после смерти можете им подраться, конечно, с проседшим профилем, но все еще не может. Да, но, возможно, варлордом делать его нет, не надо. Странно, не делать его варлордом, он просто хороший парень. Ну, наконец-то мы будем его видеть, это очень приятно. Короче, очень все хорошо. Большие эти модели, как коробка, прям можно закупаться, обмазываться, конвежься там, попрессируешься. Короче, берете кучу коробок, или голову лежите в ванную, и старайтесь, потому что клоны все эти одинаковые, ну, да, тяжело, конечно, но старайтесь. Можете даже, знаете, брать летающую тирану, и ставить его на ходячие ножки, например. Или вы можете сделать пешего свармлорда, но ставить его на хвосте, вот он поднялся, вот он прыгает, да, очень красиво, на самом деле. Следующий, Тернид Прайм. Никак не изменился. Вы все еще тот человек, который накупил воинов, во второй, там, в третьей редакции, и все еще хочет там играть. Хорошо, берите Тернид Прайм, играйте. Да, в целом, ну, нет, это всех хаку выборов, наверное, самый тупорылый какой-то получается. Ну, то есть, не о чемный. Да. Это даже не самый дешевый раздатчик синопса теперь, не самый дешевый хаку. Ну, он, вообще, короче, в целом, он имел место быть, только в 7-ке, когда не было брудлорда, соответственно, в хаку, и это был самый дешевый хаку. А теперь у нас есть брудлорд в хаку, забежим дальше, у нас есть еще там неплохие хаку, и не понятно, зачем нам все это было. Да, воинами играть. Ну, это, может, в следующей редакции, когда они хотят раздать воинов, и начнут их поднимать. Следующий Терригон, это наша корова, никак не изменилась. Все такая же, да. Да, одна психосила, крепкий живот, там, что-то пострелять, термогантов по спарламу. Да. Играбельно, крепенько. И нормально. Ничего особенного, да, ну, да. Но вот следующий юнит, это, конечно, это отличный, возможно, даже чересчур отличный. Даже, может, чересчур отличный. Вот если вы хотели там спамить, вот вам, вот Терранидов есть появилось. Спам. Да даже, знаешь, если вы хотели спамить не только смайтами, а если вы хотели просто спамить юниты, вот вам хороший пример, чего можно поспамить. Это самый дешевый хаку, это 80-тичей. Раньше это был просто какой-то нелепый апгрейд, какой-то странный. Бесплатный, который позволял что-то там хилять, что-то там, ну, короче, нет, в общем, да, нет. Теперь он реролит единички на психотесты, всем за тропом, соответственно, себе тоже. И, то есть, это плюс ко всему, атака из варпы на две дешевые приходит? Или нет уже в этой редакции? Нет, нет, нет. Все, это старое. Да, это старое. Ну, в любом случае, это улучшает ваш психический, скажем так, потенциал. Психический потенциал, да. Психический потенциал, да. Психический, более целостный. Плюс, когда наносит, ну, бывает, модель смайт, он еще и лечит ранки. Да, с антропом. То есть, может и себе, или камнем еще. Ну, то есть, простой мульт, пять ран, четвертый это фна. То есть, очень сложно убиваемая модель становится, если, опять же, нет там, какого-нибудь игнора ингуля или отмены. И он может кладывать две психосилы в одна моделька. То есть, это смайт и какой-нибудь дефонтный. Да. Например, еще один смайт тяницкий. Или, да что угодно. Просто, вот, банду таких пацанчиков ставить, они все чараки, естественно. Они не видны за скрином. И они идут вперед, смайтят, что угодно делать. Да, против некоторых парковок им даже и скрин толком не нужен, потому что начинается, как бы, ну да, все начинает долбить. Да, его понять, что, опять же, вы их расставили условно таким фронтом. И для какого-то отряда ближайший тот, для какого-то тот, для кого-то тот. И они начинают стрелять, типа, во все юниты. Вполне вероятно, даже какой-нибудь, ну там, 4-9-4 ласки могут не убить спокойно его. Потому что третий инвуль, там какая-то, может даже не пробить, даже если 4 пробила, могли одну не отсейвить, одна ласка, 5 вундов за раз снять. Ну, как бы, давай. А вы еще и не повезло. Да. А вы еще и левиафан, шестерочку какую-нибудь кинули. Да. А потом отрегенились, еще что-то. Да, у вас нет никакого ограничения на этот хил, и это получается вообще дикость. То есть, условно, у вас остался в одной вунде, вы боитесь на нем, например, смайт-кастить, чтобы случайно на перилах не умереть. У вас есть 5 других нейротропов, они убивают кого-то, и в основном. Да. Причем, вы их переставляете, что-то раненых в центр, там еще что-то, и ползете вперед. Причем, еще плюс в том, что, например, кто-то кидает смайты, убивает модели, хилит его, но даже если они на этих смайтах, например, получают от перила, то он уже отхилился, и он убивает кого-то, хилит уже их, и, короче, бесконечно, как карусель или анал-карнавал какой-то могут устраивать. Выглядит очень вкусно. Да. Ну, то есть, в принципе, конечно, как спам прямо такой дикий, возможно, немного не самый лучший вариант в плане том, что, ну, есть модели, которые... Им в поддержку кого-нибудь хорошо. Да, да, да. Они сами по себе вот прям кучкой, и в одиночку он хорош, и кучкой хорош. То есть, никаких минусов. в принципе, даже если вы играете с ограничением по количеству моделей, три спокойно берете себе и бегаете спокойно. Они бегаете рядом друг в друге, хилишь там, все прекрасно. Корольцы взять им какой-нибудь флот поудобнее. Да, ну, наверное, ФНП им будет удобнее всего. Ну, и ложечку, наверное, да. Армор им бесполезно раздавать. И вот прекрасно бегают себе, веселятся, там все противника раздражают, он ничего с ними сделать не может. Отличный. Да, прям топ, все. Следующий, старый-одноглазый. Посмотрели наш старый выпуск, такие, господи, что же мы сделали? Да, одно изменение, а сколько всего... Мы с одной рангой сделали старого-глазного, теперь это характер, который прячется, не деградирует, а вверх, во-вторых, прячется за скрином. И внезапно он уже что-то умеет. Да, единственное, что с этим они правильно рассудили, он подражал. В принципе, правильно, да, это решение. Он, наконец-то, умеет использовать себя хоть как-то. Да, он добавляет плюс один к хиту всех корнифектов, в том числе себя. То есть, у него 3+, становится 2+. Да, плюс ко всему, у него есть способность, где он на 6-ку наносит дополнительную атаку. Соответственно, он на 5-ку начинает наносить дополнительную атаку. Плюс, плюс, можно ему, у него рерольчики начинают, то есть, у него випонские остановятся 2+, у него, если когти, он может рерольить единички, попадать там еще 6-ки. Короче, он вот... Очень круто. Теперь его убить вообще очень сложно, потому что это черрактор с 3-им сывом в 9-ти вундах в 7-ой Тафне, который еще и вунды регенит каждый ход. Прям, такой... То есть, вот, очень долго они прям поднимали-поднимали-поднимали-поднимали Корнифексы в каждом новом релизе, и сейчас они уже такой... Догнали их, да. Средничок какой-то, то есть, в принципе, уже не будут на вас как-то на больного смотреть, если будете убрать. Да, все еще, как бы, там, Корнифексы, и ХТХ, это прям не топ, но... гибридные Корнифексы сейчас очень даже неплохие на самом деле. Да. То есть, там 12 выстрелов, которые раньше были на 3+, ну, мы еще дойдем, не будем. Терниг воины. Никак не поменялись. Если вы играете воинами, то мы вам явно не указ, вы знаете, вам лучше даже, что делать. Чего мы не знаем. Генстиллеры. Поменялось только одно, точнее, добавилось. Добавилось. В невероятная возможность просто вы можете докупить армор. Нет, 2 добавилось, не только это. А еще добавилось, из хороших новостей. Вы теперь, ну, как забыл, вы берете на халяву кислотную пасть. А, ну да, да, да. Кислотная пасть, это атака с АП-3. Да. Ну, одну на каждых пятерых, по-моему, генокрадов вы можете брать. Правильно? Правильно. По-моему, да. Да. Ну, это, собственно, по-моему, они это дали просто по причине того, что были головы. А, на каждые четыре, прошу вообще. Да. Были головы, и они решили, что мало нам страданий, нужно, чтобы все еще голову отрывали. Но я считаю, что все-таки нафиг это не нужно, достаточно кислот таким-то таким покрасить, пасть, и нормальный будет план кислот. Она хорошая, нет ни одной причины не брать его. Так что... А армор у вас нет ни единой причины брать. Да. Очень странно. Потому что вы теряете способность чаржить после Адванса. И получится всего четвертый армор. Очень странный бонус. Ну, пусть третий армор, если вы в ковре, но... Ну, да. Если бы это еще давало какой-то третий армор, возможно было бы это брать. Сейчас нет, да. Вы теряете главную свою обилку, вот эту чаржи после Адванса, и... У вас получаются, да, такие защитные генокрады, которые должны сидеть дома, в ковре, видимо, потому что третий армор, чтобы у тебя был, и как-то... И что-то от чего-то защищаться, непонятно от чего. Любое, опять же, оружие САП, и уже все плохо становится. Странное решение. Да. Ну, вряд ли вы будете это делать. А, это, по-моему, еще не бесплатно, по-моему, еще доставить. А Infestation было в индексе? А, да, собственно, вот что, это же важное дополнение, а мы про это забыли. Еще перевернулось. Аж три дополнения, Infestation. Опять ГВ такой, видимо, кто-то сидит, кто-то летний какой-то старый увидел, такой, ой, что это у нас там, бог, ты знаешь, что это такое? Какие-то анусы земли, и они ему такие, блин, мы забыли. Четыре редакции, или сколько там, забывали, да, тут вспомнили. Было же, где-то здесь. Вот. Теперь наши одинокрады умеют прятаться где-то в своем логове, и ставишь, соответственно, на свою дипломат-зону, правильно? Да. Свою дипломат-зону ставишь три маркера. Четыре маркера. Вот такие штучки, которые на подставочке все клеили, потому что они... Ну, они же просто тиранитская карьера. Да, я когда первый раз увидел, я просто очень удивился. Соответственно, если в 9 дюймах от этого маркера, появляется противник, он уничтожается, и вы можете, соответственно, генокраду, которые у вас спрятаны, вывести из любой этой точки. То есть, как бы, ставите на свои точки, допустим, да, у вас там выпала поскользь какую-то, вы вышли там, выпала, не знаю, что по чарльзу какого-нибудь фронта, вы можете бежать к фронтовой линии, попытаться вылезти. Надо помнить, что, во-первых, несмотря, ну, сколько бы у вас не было юнитов, у вас все еще 4 всего лишь нода, и, во-второе, что если все ноды закроют, у вас все генокрады помрут, которые не успели выйти. Да, им уже никак не будет выйти. Выходите вы в 6 дюймах от нода, причем, как бы, вроде получается, у вас нет никаких ограничений, насколько вы должны выходить от врага. Ну, 9 дюймов, естественно. То есть, когда бы он подошел 9 дюймов, ты уже не можешь, потому что у тебя все само... Ну, то есть, где-то в 4 дюймов, получается, вы можете выйти от врага, получается. Получается, да. Да. Вполне себе, ну, прикольная обилка для генокрадов. Опять же, оставлять себе в диплое какую-то раздражающую вот эту точку, которая, случайно, из которой могут геночи вылезти... Ну, я понимаю, скорее всего, так и будет, что на точке, где-нибудь в глубине диплоя, где бы они точно могли выйти, и где-нибудь там, в экстремальных таких же выберегать во время. Да. Наставлять его куда-то там шастать. Ну, очень интересно. Сплошные плюсы, и вообще ничего не отняли, только добавили. Да. А, плюс, эти точки можно использовать, вы куда-то поставили, какое-то даже место, где, условно, где вы сами не стоите, куда-то в диплое, в крае диплоя, но противник может подумать, что, возможно, ему надо будет эту точку хотя бы подойти к невдеве, чтобы ее уничтожить. Да. воины, интересный инструмент стал. Если раньше просто двадцатка вперед бежит, то сейчас это что-то можно похитрить. Ну, и флешфукс, это их тираницкая такая, приятная, но даже пистолет, это как пистолетиков, слегка улучшена. Совсем, Термоганты. Все те же термоганты. Ничего не поменялось у них на мин. Да, только за счет стратегемок, они теперь могут выдавать вот эти свои, дважды могут даку выдавать, в упор к прогулу вылезти при этом при всем. То есть, я думаю, все увидим обязательно. Да, Хармоганты, ну, то же самое все абсолютно. Не поменялось? Просто ганты, которые там единички, четыре роли где-то бегают. Да, в принципе, ну, как бы, скучный, не самый лучший, да, вариант в плане повера. Рипперсворм, тоже ничего не поменялось, ну, забудем, да, про них вообще почти что, все-таки нет у них ничего, что, никаких там связаний, особенностей, кроме того, что они могут дипстрайкнуться, ну, кого я кем удивлю? Половина армия может дипстрайкаться сама по себе, вторая половина за счет, там, стратегий каких-то. Ну, условно, большой, конечно, не надо чаржить, конечно, сейчас никого, просто условно, дипстрайкнуться, если сиди себе на месте, но... Ну, единственное, да, они нитенькие, их можно в зону с блоком спрятать, да, но... Они, по-моему, даже в своем классе проигрывают, с фармом, дипку. Да, так что, ну, как бы, ну, разве что, забивать трубсу, ими, наверное, может, только вот, единственная причина, и брать, и особенно, знаешь, на, как его, на, пауэрпоинты, это существенно, потому что, в пауэрпоинтах, они, все-таки, один пауэрпоинт, экономишь на каждом выборе трубса, и, возможно, вот, в целом, а так, ну, такой себе выбор, когда, когда у нас, опять же, есть всегда генокрады, сраные, да, это, сравнение, предземляя небо. Тенянская стража, вот, у нас, витка пошла. Да, ну, как бы, какие вылитаки остались, да. Единственное, что, плюс, конечно, что, если все-таки стреляют в тирана, он не вольт там кидает, надо все прикидывать. Вроде как, они должны быть, рукопашка, у них было 2 атаки, стало 3 атаки, ну, так. Да, но у них, чуть-чуть, по-моему, подешевел оружие, все, там, на пару очков, по-моему, в принципе, ну, как они раньше, так же, юнит такой, да. Ну, даже непонятно, они, юнит, который суппортит, как бы, тирана, на очки, за стоимость этого юнита, вы можете взять еще одного тирана, ну, как бы, зачем? Ну, не совсем так, ну, почти, да. Тиран 170 с крыльями, он сейчас стоит, по-моему, да. Ну, то есть, так, если модели есть, модели красивые, коробка новая, да. Считаю, что они неплохо всем хтх показывают, но, я с ним не верю. Разве что, вы совсем упоротые, хотите прям защитить своего этого, с фармлорда. С фармлорда идет. Ну, скорее всего, со мной, что-то он падает, и в первый же ход идет, да. Вряд ли вы его будете пешком везти. Вторую, 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 вторую роняешь, да, чтобы из него попадали. Кстати, они могут только спору, кстати, помочь. Конечно, это же, инфантре, обычно. они, инфантре могут спору, Ну, в общем, странный план, странный юнит, который, как и был, так и... Вы можете их 6 взять, посадить в спору, и на голову, врага сбрасывать. Пусть там веселятся, да. Следующие. Хайфгварды, ничем не изменились, но они так же хороши. У них там что-то пытались, по-моему, изменить, не помню, что. Да, то есть, единственное, на самом деле, условно, можно сказать, не, у них, по-моему, все так же осталось. Может, цена оружия, да, опять же, уменьшилась, по-моему, или не изменилась. Короче, хорошие, два выстрела из лучшей на автопушечке. Да, единственное, у них такой, можно сказать, типа минус, то, что, вот мы говорили, бонус у нас есть, во-первых, какой мы берем в Warlord Trade, который дает нам игнор ковра, ну да, а у них уже есть. И другой Warlord Trade, не Warlord Trade, а, как он называется у нас, флот, адаптация. Да, мы берем плюс кармору, не, например, плюс кармору в ковре, да, ну, монстре, да, какой-то, третий, не второй становится. Но, и плюс к тому же, учитывая их способность стрелять вне лоса, они часто и так могут куда-то залезть так, что их просто не увидят там. Ну, они как поддержка, так как поддержка. Ну, вот им как раз лучше, очевидно, лучше брать рерол-одинчик. Да, они прям хорошо. Да. Ну, помните, что Sims действует только на свой флотули. Да. Так что, аккуратней, да. Следующий, ликтор. Ликтор, ликтор, ликтор. Ничем, ничего не поменялось. Два армора в ковре получает. Такие средненькие откровенные характеристики. да, шанс, что они кого-то убьют, очень сомнительный. И также, возможность набирать в отряд не дали. Единственное, да, есть теперь талоны, они два урона наносили. Раньше, по-моему, один был. То есть, появился смысл какой-то быть талонами. Но в целом, у вас получается юнит, который может прямо на овервотче отъехать. У него 4 вунды, пятый сейф, все как бы. Единственное, что сейчас появляется возможность резервы всех убирать. Есть третигем, кого-то не выводить, они хороши. Может, да, за счет этого. хитрожалпы такие. Так-то, их брать на точке только. Ну, да. Смертоприт. А, вот это грустно. Наверное, один из нерфов таких, кто побежит, радовался. Да, и радовался наконец-то уже. Там уникальные правила, особо моделика. Нет. Теперь, просто, ликтор, который выбран до битвы чай, терроролит всякие, попасть, пробить. Да. Соответственно, он вычитает два, соответственно, если ты пытаешься по нему стрелять, под этим, какого. Артефакт-то можно именными давать? Ну, по логике, нет, потому что, считается, что у именных есть артефакты. И он же считается, что у именных есть артефакты. У него, да, улучшенная хамелеонная схема. Да, он уникальный, так что нет, нельзя. Ну, по длинатрубам инвестрирует, потому что побежит. Ну, за счет нерфа этой обилки, выхода из резервов, он в упор не может выходить. раз дороже. Да, не знаю. Вот эти 90 очков, они никуда не лезут. Зонтики. Да, антропы. Зонтики похорошели. По нескольким причинам. Во-первых, их сапортят, или они сапортят, непонятно, кого-то. Нейро-тропы. Нейро-тропы. Нормальные, да. Во-вторых, им понерфили урон, ну, не понерфили, поправильно подняли, а урон от смайта. Если раньше там какая-то дебильная была совершенно система, что ты немножечко, ну, там, единичка, по-моему, единичка, и D3 могло быть в тебя. Да, если у тебя там не гиона. То сейчас, соответственно, во-первых, смайтуешь 24 дюйма, что уже круче, больше 100 юнитов так не могут. За каждую тройку дополнительно, ты D3 дополнительно. То есть, как бы, ну, честно, каждая тройка стреляет смайтом. Да. Соответственно, 60 антропов у тебя гарантирует на плюс 3 с майтухи. Вполне далеко, это больно. Плюс ко всему новые стратегемы, которые позволяют с ними всякие штучки вытворять. Плюс ко всему у них бонусы к нейротропки, как говорили, хорошие. Хорошие, цена, опять же, не поменялась, а они и так были хороши. Можно прям тоже с вами добавлять, если не хотите нейротропки потанковать. Можно с нейротропки брать. Да, элитный выбор у тебя куча зоантропов плюс опять хакул нейротроп. Да. У тебя одна моделька на всю армию заспавлена. Идешь убиваешь. Да, везде третий инвуль поголовно. третий инвуль, везде смайты. Страшно опасно. Манецептор. Раньше был очень странный, то есть он пытался все уметь, но не очень хорошо получалось. Ничего. чуть-чуть стал получше, но все-таки зачаст стратегем он может подбежать поближе и вот эта его способность всем раздать смарталочки она может работать на первых он может подбежать прям вставиться очень удобно и пораздавать. Получил инвуль как же четвертый нестопятого хорошо и психосил 2 кастует теперь. Не помню. По-мо не по-мо одна раздаю. Но он и подражал что самое странное. Ну он стал лучше. Да он стал лучше. Но раньше он был вообще неиграбельным скорее. Да. Сейчас тиран все еще лучше честно говоря. но имеет право имеет место хоть что-то да он может быть может быть смайтухи ему все еще никто не не очень реально сделать армию которая просто засмайтит целиком вся армия поголовная будет смайтить она крепко вся в инвуле и она все еще и будет доставать пистолет очень хорошо да ну можно сделать гибкость новые венантропы чуть-чуть поднялись они научились наконец-то прятать монстру если их 3 и больше соответственно модельки они все еще выцеливаются они все еще такие хрупненькие ну да получается они вроде усиливают могут увеличить свои обилки если их шестеро и соответственно если их трое они увеличивают монстреды минус то что одна из монстры которая у нас поднялась с выходом кодекса корнифекции могут получить минус один тухит который не стакает с их обилкой так-то нехороший но это уже не такой бестолковый выбор как раньше был всегда всегда в ином троп в бункере возможно сейчас и нет смысла их даже брать потому что можно их заменить нахране вытереть какой-то условно играя за корнифекс наверное вообще нет смысла мы посмотрим в принципе есть варианты корнифекции когда им нужна еще ну да согласен но они такие стали в строй так сказать как раз они были абсолютно бездумно надо брать потому что у них есть пироворы подорожали только в полтора раза но по-моему оружие у них дебилы какие-то не про них говорить пироворы у них как мёд на 10 дюймов по-моему хруспекции 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 усевел дальше он был бессмысленно дорогой теперь причем так нормально по-моему около 50 очков по-моему у него скинулся хорошо он был по-моему один из самых дорогих 248 он в базе стоил без закачки то есть вообще-то это нашу копачный монстр в принципе в принципе у него там куча ну как куча от 4 до 12 атак у него есть на мой взгляд все-таки переоценим создателями потому что цепность его явно не такая все что он такое сделать может непонятно просил цене но опять же он не копеечный а он в отличие опять же от каких-нибудь мальцептора у него нету инвуля подорожить тираном примерно в районе ну и он не умеет летать ну понятно да очень все равно все еще хоть и подешевел да не все что может сравняться с тираном он обычно проигрывает проспекс он примерно на уровне тирана на уровне тирана тоже может быть тяжелый и легкий но все делает хуже в принципе да горгулии горгулии поменялись только в одном дипстрайк но наконец-то вспомнили что они могут дипстрайк имеют ли они право на жизнь ну прикольные модельки да но в целом неудобно перевозить их враг видит что там прям все заставлено модельками и пытается туда что-то стрелять да а так ну как бы ну считайте те же ганты только с крылышками да ну они могут отступить пострелять но у них как бы нет хорошего оружия да можно надеяться что они там отковыряют ванду и коммунити микс 1 сделают ну да такие вот коварные какие-то ну или наверное то есть игнорируйте их да наверное можно использовать их как какой-то гибущийся скрин разве что там запасное у себя да так есть и есть хорошо с дипстрайком лучше игнорируйте их не удастся но такого ужаса вряд ли не у вас да игнорируйте их это все равно такое это точнее ужаса вызвать это все равно знаешь такой этот инфантерис квадок гэшников такой боже мой не надо стрелять ни о своем лазгане вот если там пятно скрыт вообще могло какой-то ужас здесь конечно такого ужаса не будет но ну и глади кстати тоже не будет да но на венеры никак не поменялись у них единственное что теперь за счет стратегиям их родных есть возможность работать как дропод самый дешевый дропод наверное во всей игре ну если команда не считает ресурс то очень приятные они и так были на самом деле хороши но все еще не могу понять почему у них три ланды оставили потому что всем паник я все еще не могу понять почему у них у всех этих есть синапс а у них нет синапса но они типа животные они там такие тупые наверное шустры они похожи на воинах внешне они совсем тупые а шраки то почему нет шраки то умные это же воинах вот они такие ну они просто приятные они очень красивые они прикольные раньше они были вообще совсем ну как бы ну совсем спорные типа модели для преданных фанатов таких которые не гонятся за третьим даже местом просто хотят что-то условно в семерке вообще даже warrior больше смысл чем они а сейчас ну наоборот они лучше чем warrior за счет хотя бы одной статогены очень хорошая статогена red terror это именное ранее причем он хорош у него есть соответственно такая комбина обилок который позволяет ему что-то делать в жизни но в целом он не поменялся никак он добавляет плюс 1 к хит у него 3 плюс соответственно он перераскивает 1 к хит 2 плюс 3 ров если 4 из своих 5 атак он попадает а у него 2 набора этих которые у него 4 из 5 атак на 2 плюс 3 ров он попадает он может попробовать проглотить чувака он кидает d6 и соответственно если он перебрасывает больше чем инфантре которая он уничтожает одну мадыку больше вундов чем у него есть максимально он съедает то есть в принципе на 4 плюс он там 3 к хитов съедает ну там терминаторы условно сажать если вы думаете что они вообще довольно легко то есть просаженного персонажа может съесть он максимальный а ну то есть все равно какой-нибудь он раньше не съедал теперь съедает мы тут посовещались и нашим советам решили что все-таки съедает но это нормально можно попытаться в принципе но он портит равенево и он все еще тоже мультирует муколит спорс это соответственно то чем раньше струксу забивали по недорезумению теперь это фаста ну он собственно такая какая была такая осталась абсолютно может видеть у него смысл я не вижу просто насмешка над стратегемом про спорную мини тоже опять же никак не изменились ничего у них падает там что-то есть возможности да экзокрин никак по-моему вообще не поменялся ему и не надо а ему и не надо он и так хорош вот как раз мне вовсе эти бонусы что плюс один к армору что рералу 1 все для него классно кстати генки на плюс к урону там кстати генки на да конечно способность там игнор ковра все хорошо на него ложится очень-очень классно и такой маленький стоит пью пью делает своими плазмами и всех раздражает самое плохое что скучно ну да потому что это им даже ходить нельзя потому что вы потеряете сразу два считайте бонуса он ставит его не крутитесь и как бы просто за эту модельку вы кидаете кубики да а учитывая его ранж 36 вполне вероятно при большинстве расстановок вам даже никогда двигаться не придется за всю игру ну да это больше всего это это больше всего это больше всего большой монстр 8 это 4 стран 3 плюс все такое но самое главное это его пушечки и способность и способность дважды если он ставит на месте так как это ну кроме того что это удваивается да эффективность стартовая плюс ко всему у него вот эта заглавная пушка которую вы никогда не видели в битве может быть в каком-то репорте раптор кен 48 дюймов раньше вам надо было два раза ей попасть чтобы она примерно стала как ласка чуть-чуть сейчас это три выстрела чуть более чуть получше чем лаской да 50 силы в принципе ну как да в принципе хорошая 5 дюймов отлично 1 минус 4 баллистик да ну еще это единственное подорожавшее по моему оружие вообще в кодексе причем она дорогая да она дорогая но она 500 100 очков да но учитывая что вы стоите скорее 48 дюймов опять же встал и учитывая альтернативы его оружия скорее всего именно ее вы будете брать потому что у остального смотришь раньше такой 18-18-24 ну и может быть кислотный спрей еще имеет смысл брать все-таки самолет ну да 26 огнемет на 18 да еще еще куда ни ж можно даже там один ход пожертвовать вылезти им не ну конечно в принципе флешбор архайв конечно если вдруг противник идет к вам конечно это круто когда вы можете 20 40 выстрелов плюс еще 8 у него есть еще вшитая куколка которая тоже стреляет соответственно дважды плюс 8 выстрелов у него очень дорогой приятный дорогой теперь его прям хочется брать и его можете опять же во втором арморе может стоять в prime не собрал да по сути стоя на месте он как land raider 8 это фна 2 армор да ну вы можете в принципе накидать и так что нормально дальше биаворы никак не поменялись такие же веселые ребята с этими мерзкими минами добавилась вот эта способность за счет статеги кроноса срать по всей 48 дюйма не надо лосса кидаешь спорные мины и 24 то есть 48-24 это весь стол ну да и ты соответственно тут даже даже может даже дольше потому что ты же стреляешь в модели соответственно ставишь в 3 дюймах на этой модели то есть условно если длинная модель то вообще по всей карте ты стоишь и раздаешь свои марталки и какашки раскладываешь как главная его способность противника фу забавный юнит который больше пользы приносит если промахиваться ну то есть реально он столько классных штук делает единственное жалко он не может на первую очередь стрелять своими пушками это был бы вообще тот когда противник стреляет ты такой ой я промахнулся наверное ставлю мину прямо перед тобой пройти не может уже ну да очень жалко такого нет но есть свои хорошие вещи стоит он дешево в общем очень классно дешево то есть вот здесь какой-нибудь детальщик который бороться если у империума это сестры здесь можно и с лючком набрать что-то такое пакостное они в принципе против всех полезные достаточно модели такие таксикрин таксикрин вот его забыли на раздаче он такой ребята а можно мне слишком медленно тебе уже давали да тебе дали уже да все иди жди еще новой редакции да теперь в целом вообще никак не изменился и непонятно вообще зачем он нужен из этих больших жуков он один из таких самых неспособных хотя любите d3 кидать чтобы кинуть d3 то покидайте еще d3 да покидайте еще d6 и возьмите ну вот следующее это это вот да вот это кто на раздачу видимо за несколько человек в очереди отстоял видимо очень много писем писали сделайте нам корнифексов они сделали и вот они новые корнифексы в принципе чисто в вакууме они никак не изменили цена та же профиль тоже а потом начались апгрейды да и апгрейды ты смотришь такой ну как каждая модель может набрать все 8 пунктов по которым модель можно прокачать своего корнифекса да 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 нам не кому так больше закачивать даже не у всех машинок есть такие опции в общем у вас есть две руки ну две руки две руки то есть две пары рук раз вы закачиваете хтх стрелковое оружие прикольно то есть опять же вспомним например у пароля если хотите стрелкового себе делаете даете две пары ему этих девауреров у вас пушечки там 24 из 3 вы можете ну скажите вы все таки будете брать миксованного ну самые миксованного брать вы можете брать ему адреналин да можете брать ему хвостовые всякие да хвостовое оружие плюс к этому появились новые сшитого вином толпы да суть в чем у них появилась такая шутка про тех людей как раньше посмеялись на хсм которые дп своих собирали как попало а потом говорят у вас есть топоры у вас мечи и ты такой боже мой я никогда не собирал с когтями да а потом а тут с корнифексами знаешь оторвать дп руки еще реалистично а вот с корнифексами это совсем смешно потому что ребята у корнифекса голова у корнифекса спина это все разные апгрейды и с головой еще куда не шло ну вот откройчивается а вот головы обычно утратили большинство а спинки это очень хороший убийца его куда угодно лепили да и оторвать от корнифекса спину надо постараться отрезать через покрас скорее всего зеленка будет залепляться или просто или игнорироваться потому что никто не будет знать как все выглядит какие у нас улучшения появились это один из самых крутых апгрейдов по-моему 10 очков 10 очков минус 1 2-хит по стрельбе единственный минус в том что он заменяет биоплазму разве биоплазму да как ни странно не он enchanted сенс вот что самая плохая выбор стоит а он заменяет пострелять из панциря своего граната это самый важный большой выбор стоит между вами это что вы хотите потому что у вас или минус 1 2-хит или я дурак и не умею читать правила или пострелять гранат в общем вы хотите минус 1 2-хит вы можете взять минус 1 2-хит по себе плюс 1 пострелять хит от себя плюс вы можете набрать ему еще панцирь который марталочки раздает вы можете адреналин ему взять кучу оружия на хвостом что-то нацепить да он прям будет дикий на голову главное биоплазма зубы которые дают ему плюс 1 атаку с чержа и соответственно плюс 1 2-хит в стрельбу точнее 3-й баллистик но тут очевидно 3-й баллистик крут очень крут потому что очень легко собрать стрелючего карнифекса даже наполовину стрелючего карнифекс уже как бы классно а полный стрелючий естественно с этого получает прям бенефит космический плюс 1 атака конечно приятно но она наверное не может с этим соперничать а биоплазма ну это вообще что-то странное да про кислотный рот говорить не будем да совершенно ненужный минус 5 ап до 3 урона хотя он просто обычными руками бьет минус 3 ап 5 урон ну вообще ну не хуже даже лучше да в целом получается да и вот эти спинные апгрейды апгрейды головы создают ну по сути да они и так-то многое добавили но делаешь как из конструктора кого угодно да то есть если хотите если вы считаете что стрельба для лохов можете дать ему 2 пары тк-шного оружия дать ему бивни его и идти там всем в рожу бить единственное что раньше все кто собирал карнифексов собирали их разнообразными да а теперь они смотрят что у них за закачку собрали и облегчается но об этом и говорим да вообще такая самая универсальная закачка это соответственно полустрелючая полустрелючая или полустрелючая 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 это соответственно наверное когти может быть потому что цена наверное когти да какие когти ну косы хорошее 3 фиксированные и соответственно наверное девауэр вы все равно здесь вперед в 18 и так страшно да единственное что может быть еще вопрос что или брать минус 1 2хит или все таки дополнительно небольшую стрелючость взять на 3 плюс попадать потому что минус 1 2хит ты можешь все таки и этим молантропом заменить а все таки стрелючость никак но такой момент вы думаете если бы взяли на него минус 1 2хит то пока он не сдохнет он будет своим минус 1 2хит а если вы взяли за антропов за антропы сдохли и у вас нет минус 1 2хит но есть еще молантроп да есть еще молантроп если у вас совсем плохо с головой можно прям собрать такую крепкую комбу клубок минус 1 2хит который не стакает да потом листаешь дальше такой подождите-ка еще корнифекс это корнифекс или корнифекс который за вас уже собрали если вы не умеете как бы чуть-чуть это знаешь первую страницу открыл и такой боже мой нет я не буду в этом разбираться не хочу я не буду в этом разбираться не хочу о две опции это по мне и тут одна из них это взять мешочки или клан да ласки нету странно странно да как-то странно ты можешь взять адреналин не яд адреналин и соответственно ты можешь взять минус 1 2хит а можешь не брать да ну наверное захочешь можно захочешь за это у тебя соответственно есть бонусные способности ну так как они называются screaming killers да ты как бы минус 1 к морали получаешь если ты скажем так восьми дюймах от этого прикуда скажем так скажем так восьми а может и в девяти вам разрешат по ним насколько он орёшь да да в целом такой этот этот как его корнифекс истерик такой знаешь который бежит орёт просто без основных они такие успокойся парень вот но в целом как сказать ну я бы не сказал что он на самом деле нужен этот минус ну опять минус 1 к морали он какой-то странный такой бонус который да ну это так кажется с другим все к минус морали да мы забыли что теперь живой таран не только марталочку дает но еще и плюс 1 катухи да то есть у вас вот теперь с чержа под и 2 плюс попадает одноглазый еще и на 4 плюс генерит дополнительные атаки да очень ужасно да ну вот но эти скримин киллеры позади для тех кто досматривает да 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 ты сидишь все это время пишет такой конспект свой где где назад ладно вот такой вот он у него пшитая биоплазма правильно да пшитая биоплазма но в целом куча атак рукопашных корнифекс приходит и там типа все цели у него ближнебойное оружие соответственно это плазма в хтх он дерется двумя парами когтей и получается еще минус к морали вроде как против элиты да у всего оружия хороший ап хороший урон минус к морали да но в целом я бы не сказал что это такой ну да по сравнению с обычным корнифексом возможно у него все таки разница у них только в том что у него содинка морали если бы еще не срана это биоплазма ну пусть будет ладно у него содинка морали это недостаточно а в следующем ручки да дальше вы такой а что то еще это новая моделька нет это корнифекс который который универсальный да у него во первых вшитые хитиновые шипы шипы которые макалочки вакопашные сдают на 6 на 6 на 6 у него вшитый баллистик 3 плюс и соответственно он игнорит ковер да и получается вот игнор ковра это его вшитая обилка так вот посмотреть ну давай ну как бы он получается неплохо вроде бы но но как бы мы можем взять обычного корнифекция закачать его точно так же но дать ему на спину другой апгрейд который лучше чем этот какой же лучше типа минус 1 попасть ну например да но у меня же есть малантроп да но зато его единственный бонус минус 1 точнее игнор ковра игнорируется тем что у нас есть варлор трейд на это же самое задумаетесь над этим да а еще есть малантропы которые делают и то и другое и тогда вообще не понятно при чем он нужен то есть если если на корнифекциях да вообще клево ну кстати вообще на самом деле если так подумать минус 1 ту хит по корнифексам если вы играете именно от одних корнифексов возможно именно вот надо смотреть от чего устроить ростер все таки да потому что если у вас прям одни корнифексы то наверное лучше всем брать именно минус 1 ту хит именно апгрейдом потому что это минус это 10 очков соответственно с каждой модели а верантропов вам надо ну много взять чтобы достаточно долго скрывать всех своих корнифексов от стрельбы всей ну в общем корнифексы да теперь уже мы можем серьезно о них разговаривать брать или нет может их там что-нибудь закачать другим вообще сейчас у вас по сути может быть монармия просто из одних корнифексов главный корнифекс много дополнительных корнифексов да учитывая что у вас в один слот берется по три как это называется сперхенд какой детачмент там где хаку сперхенд детачмент вот у вас уже вы можете взять соответственно бабка старые глаза и кучу корнифексов кучу корнифексов да в каждый слот по три штуки качать их и вперед и это у вас не будет стыкать пальцем смеяться или ты что больной да будут конечно ну могут это ваха где всегда так может быть ну вы хотя бы сами да мавлок погибли его ну да мы сделали атаку все-таки с ап да причем смешно у него с ценой потому что у него с ценой смотришь цена возросла ну блин а смотришь оружие у него бесплатное ты такой ура ну у нас дебильное оружие конечно ну да все еще непонятно как хорошо использовать его вот это вот выгребание где он на 2 2 плюс какие-то порталки раздает ну да вот это его лучше бы чаржил на 9 дюймов чем то что он делал лучше бы взял и чаржил в упор и морталки да делал бы все а так в целом да он до сих пор остается какой-то странным выбором таким ну не знаю выбором на тот случай знаешь если слишком большая моделька для таких способностей ну да например моделька там сравнил размер ну да и стоимость да знаешь надо было вот это вариант для того что если ты собрал мавлока себе для понятных целей в семерке или шестерке да а потом такой играешь с оппонентами которые могут отличить мавлока от тригона да никак не отличаешь там копки вот и все тогда да если такой противник такой ах ты начать меня пытался такой нет это не мало а в целом ну нет да моделька красивая этот рот который можно сожрать теперь там дышать одну точку пробить на 4 плюс или на 5 вот как их порту определяют ну порту и по размеру коз да хотя по хорошему я видел людей которые собирали тригона с этим ртом спокойно и даже не знали никто их не ругал да можно можно тригон ну собственно такой же остался но главное теперь он не только с собой дащит хайфлик трубсу но еще и за стратегенку кого нибудь то есть он короче просто прям человек порвался короче пол ростера может принести да нормально у него почему-то шестая тофна не могу понять вот я тоже да почему всегда был этим в древности вообще был ее титаном и сейчас как-то его странно почему почему-то от нашей стая ну как бы и ладно но сам по себе конечно вот его главное вытягивает обилка вытягивает за собой кучу народу а сам по себе ну ну просто нормальный ну и не можно взять ему там чтобы он на переходе 9 дюймов учитывая что за его цену можно взять двух кажется а то и очки вот еще останутся корнифексов или одного тирана или одного тирана так все сравнивается можно все измерять с тирана а не с тех тиран ты возьмешь хотя еще очки даже будут тогда нет prime дороже обычно ну ну короче да но все равно в общем зачем брать тригон если есть тригон prime да есть тригон prime у него у него есть синапс у него есть у него есть все помогай мне он он зачем-то чарактер да у него опять же а вот артефактиков каких-нибудь подорожал но у него это подорожание за счет того что оружие опять же бесплатное так что в общем такой же остался да в принципе какой у него бесплатный биоэлектрик пульс а да он бесплатный ну в целом как бы прикольный красивый красивый вперед скорее всего из хвостобразных жуков вы будете использовать именно его потому что он хороший красивый если бы у него отобрали кстати слушай кого отобрали погоди погоди ты так не говори а у него смотри у него есть тригон prime а тригона нету он наверное не может за собой вытаскивать получается или там написано тригон prime но мы просто забыли прочитать короче это будет вам такая как его изюминка вы должны за вас будем думать а то у вас мозг атрофируется и все а то дальше кодексы будем читать просто обслуживаться да иногда не получается да терраноцид ну как бы имеет место быть за счет некоторых комп сам по себе ну нормальный в принципе 5 пушек ты говоришь что это 5 пушек 5 пушек пиво пиво во все стороны баллистик хреновый но и не важно 4 плюс по толпу у него учитывая что это пушка создана его выкашивает толпу все таки барб стрэнгл такой нормальный раньше конечно больший шаблон был классный но слишком хорошо жутко даже было немножко до 6 быстро сдать не так страшно но такой все еще прикольный транспорт самое что главное берешь он для этого в принципе на большинство модели все таки дороговато использовать и возможно вы не будете а так если вам почему-то не хочется или и и это какое-то вырожденное непроизношение этого слова или ты не хочешь использовать я забыл короче если все остальные способы доставки вам не нужны почему-то вы можете всегда заткнуть дырку в ростере учитывая что она все таки некий транспорт куда вы хотите всунули она еще и ползает что-то шлепает да пью-пью дальше страничка более небольшой гарпи и хайв кроны они теперь флайеры ты такой ну привет ребята ну ладно а ведь да и ну такие же теперь можно поставить на эту на на и они будут чиниться да ну вот вам да новый бонус в целом но есть бомбочки какие-то но бомбочки но они никак не поменялись с индексом в индексе они были ну мягко говоря хреновые у вас есть 30-ый мув и вы можете прийти и там что-то зачаржить в тылу ну это по сути как дракона хсм та же хренотень сейчас такой недофлайер единственный наверное его плюс условно на какой-то там возможный формат что их перенесли в слот флайер соответственно у вас возможно вы фасту для кого-то освободите но и вы все еще не можете дипстрайкать да у них есть крыльки а у Нешта потому что у Тирана крылышки вперед а у этого крылышки вниз вручайте они гайзонтанят да он такой хуп и прыгнул не вышло странные ну да есть они уже наверняка кто-нибудь будет играть ну да будут пытаться но в целом это такой теперь теперь в 4 выстил они 2 да в целом у них на самом деле одна роль это этот как его называлось это у нас с ФБ еще слово диверт он куда-то летает на свой мув куда-то там пиу пиу делают кого-то чаржит не нужно он все-таки на 30 дюймов позволяет это сделать но в целом именно рассчитывать на то что сам по себе он кого-то убьет нет просто да отложили очки на зорь его чувачка да он полагается великое что ему ноги рожает бомбы он не награждал и жестово разбавление а его tree штуки Может в рукопашную стрелять, как раньше Да, в принципе такая смешная фортификация, выглядит забавно Можно только умудрительно догадываться, потому что я никогда не играл ими Никогда не видел, что кто-то ими играл Я ни разу не видел ее собранную, что ты собираешь из этой коробки, конечно же падающую тварь, а не лежащую на земле в эту тушу Но в целом такая штука забавная, но это скорее из разряда, чтобы вы могли бы принести на какие-то фановые игры с друзьями Лежит какая-то какашка у вас на столе и во все стороны что-то там пуляет, но при этом сама по себе ничего не делает толком Ну, есть в принципе фанаты спорт какие-то, бомбочек Да, один ростер на спорах Безумно Да, в целом это все юниты прошли Ну что, стало лучше, все лучше стало Все лучше стало Парочка только нерфов, условно, за весь кодекс И то возможно некоторые из них были похожи на баги, особенно с деслипером Да, и с девовлером Да, и с девовлером Ну, это не нерфы, это баф А подешевение Есть место быть Короче, забейте на математику Да, все, если будете пересчитывать, все равно у нас никто не будет слышать Да, но в целом оружие бесплатное Правила хорошие Шикарные Такие красивые Такие, что прям донных Но не так уж и много Да, там осталось Ну, в принципе, все так себе Старые Да, не жалко Хотя к Геновичу старые модельки Я им нормальные правила дали Ну и ладно Из таких общих минусов можно сказать, что наконец-то запретили дружить с генокультом Ну, в смысле, говорят, ну вы-то дружите, но все-таки психосил-то порознь Да Есть тема, что стратегемы можно вроде как использовать Потому что у них тиранид и там и там тиранид Да, и вроде сейчас по правилам есть такие То, что вы можете детач взять тиранидов, имея детач другой, соответственно, генокульта Вы можете на них использовать стратагемы Ну и все Теперь уже нет такой необходимости Если вы взяли тиранидов, то можно взять гуажди через генокульт Ну да А зачем не тираниды, если я взял гуажди? Тоже странный вопрос Теперь уже можно и сами поиграть Что важно то, что, по сути, в индексе, на самом деле, нормальных играбельных юнитов было парочка Теперь вдруг их стало дохренище Да Даже надо пробовать все, смотреть Да, у вас вариант хтх-шной армии, вариант стрелющей армии, вариант миксованной армии И все это выглядит играбельным Достаточно Поднялось ли что-то в космос? Ну, не сказать прямо Тураны там с актосферой пытаются немножко следить Но... Ну да, но это не те еще Да, это еще не то То есть не является прям такой супер кодекс, который вы взяли Такой такой И всех там раком пошли ставить Ну, сейчас вроде таких особо уже и нет Ну... Была гвардия, ее закстали Ну, гвардия понерфили, да, все-таки в этот плюс Кто еще? Ну, Дарков, считай, уже понерфили Еще не вышли Да Их кодекс как раз понерфил, а не апнул Ну, наоборот Ну, правильно Там... Кто там еще? Ну, нет, Ильдары остаются сильными все-таки Ну, они не такие сильные, что прям пронзительные Не, но у них есть из-за пары расписок есть У них там прям имбища, которые рикеры Ну, все их нерфят, стараются Там и Нари вот это все вырезают Ну, да Вдавливают То есть как будто видят, что происходит Возможно, да В принципе, на примере Тиранидов Да, это в один из... ну, как сказать Прям... Прям... Посмотрели, что надо Да, потому что, получается, у нас была шестерка У нас была семерка, где, не меняясь, играли две с половиной модели А вышла восьмерка, у нас играли две с половиной модели на другие Вышел кодекс, неожиданно заиграла дохренища моделей Прям поправили многие Что-то там делать даже захотелось Да, так что классно, классно Что еще? Что еще, да Все Играет Слежуков Да Красивое теление С хорошими людьми Да Пытаетесь всех обманывать своим Визивигом Потому что никто не знает его И вы сами, возможно, не знаете Визивига Феранида И нервы свои берегите Да И довремя Тебя всеми И опять эти Диваужеры заказываете у летельщиков Переклеивайте все головы, пожалуйста И лапки Да, и лапки И спины Делайте съемными Да Скоро, знаешь, в следующей Девятой редакции Где у этих Как его У них уже опциональными лапами Даже сделают Ноги там У этих И знаешь, такой У тебя будет просто такой Как у тебя Поворот головы Если там низк Корнифект У тебя будет такой Пальцем тыкаешь Он разваливается На магнитах Просто есть Нет, если поварят То клево То есть там Перемагничивать придется Да, да, да Вниз посмотрел Зачитывал Лучше стало На баллистику В общем Любим вас А может и нет Ну ладно, любим Играет за Тиранидами Да Прекрасный кодекс